И вот этот знак медвежий я не устаю повторять. Если на гербе, на флаге и на любой эмблеме стоит медведь, злобное, ленивое существо, животное, которое полгода спит, сосет лапу, потом идет, бродит, значит, разоряет улья и делает все то, что ему скажет хозяин. Ведь любой медведь подвергается дрессировке. И в результате принимаются законы, которые явно антинародные, антигосударственные. Что мы с вами можем смотреть? Законы ужесточили по отношению к мыслящим. Но при этом очень быстро принимают законы, кто умеет воровать, кто умеет обманывать закон, обходить все положения и все нормативные акты, кто умеет быстро приблизиться к человеку, который решает его судьбу, так вот быть, как бы такой маленький кепаративчик, и они там между собой, и за счет этого грабится страна. У нас с вами яркий пример Сюрдюковщина, да? И вроде бы подписка о невыезде его, такая женщина, которая ему все тапочки бережет, она пишет картины, рисует, поет, танцует и так далее, и все сходит с рук. Но попробуйте не заплатите за квартиру, как тут же к вам приходят, описывают имущество, облагают всякими жесткими и сверх жесткими мерами и так далее. Кроме того, что медведи топчут всю страну, подвергаются дрессировке, но посмотрите на Машеньку, которая вместе с медведем, да? Своей смекалкой, своей хитростью, своим незамысловатым умом, она умеет как-то предотвратить негативные влияния медведей. Машеньки, Марии, русские женщины, я к вам обращаюсь, ну давайте мы хотя бы, нас большинство по переписи, ну давайте мы с вами возьмем эту власть в руки, в конце концов, и дадим по мозгам этим медведям, которые абсолютно безмозглые, несмотря на их силу. Я призываю мужчин, конечно, вы всегда стараетесь первыми пропустить на минное поле женщин. Ну иногда, иногда встаньте рядом с нами, ну чуть-чуть на полшага встаньте вперед, чтобы не только мы подставляли свое плечо, но и могли женщины опереться на ваши могучие плечи и иногда встать за вашей мощной грудью. Если мы с вами вместе объединим усилия, несмотря на разные политические взгляды, вероисповедание, цвет глаз, весовую категорию, рост и так далее, ну поверьте, мы сумеем сделать многое и очень многое. Мне бы не хотелось, чтобы Майдан подступил к нашим границам окончательно, бесповоротно. Дорог на дороге денег нет, правда в этом послании президент сказал, что мы будем теперь помогать малому бизнесу, при этом предварительно его развалив и разорив. Мы будем помогать в том числе налоговые каникулы, амнистию, среднему бизнесу, при этом попытка сначала принять такие налоговые удавки, что если их заморозить на 4 года, то мы разорим и средний бизнес и так далее. Нас выселяют, вселяют обратно и хотят снести. Мы обращались в первую очередь к ним с просьбой о милосердии, о понимании того, что молодые люди не могут лишаться единственного жилья, которое у них есть. Милосердия не произошло, как это обычно бывает у людей, которые, может быть, смотрят в себе только под ноги, но точно не в глаза людям и беременным женщинам. Мы обращались к власти, которые должны быть ответственны за то, что этот дом стоит, стоит уже много лет и в нем много лет проживаем мы. Власти оказались абсолютно безинициативными. Единственной попыткой их было поговорить с нашими истцами, убедить их в том, что дом может остаться. Этого не произошло, поэтому мы сейчас стоим на грани выживания. Абсолютно не понимаем, что нам дальше делать, потому что мы хоть и молоды, но загнаны в угол, потому что это наше последнее и единственное жилье. У нас другого нет. Нам не предлагают никакой альтернативы к этому. Единственное, что предложила нам власть, это пансионат на три месяца. Пансионат для беременных женщин, которые между нами есть, живут, для многодетных семей с четырьмя детьми, для ветеранов. Это за те заслуги, наверное, которые мы делаем для нашей страны. Платим налоги, покупаем квартиры и регистрируем их в государственной регистрационной палате, которая дает разрешение. Люди покупают. А потом происходит такое, что тебя может снести любая твоя соседка. Будь даже очень властная, но она может это сделать в любой момент. Люди абсолютно не понимают, что происходит у них буквально под носом. Мы просим обратить внимание на эту проблему. Таких домов много. Мы не одни. Пожалуйста, не останьтесь равнодушными к молодым семьям. Не только к старикам, но и к молодым семьям. Ко всем, ко всем людям. Спасибо. Почему яблоку не дали слово? У вас свое митинство. Нет, не свое. Меня сюда пригласили. И у вас официально было записано. Я как выступающий. Почему представителю партии яблоко слово не дали? И почему резолюцию митинга якобы от всех засчитывал секретарь ЦК, секретарь Гаркона КПРФ, а не устроителей митинга? Потому что так решили. Кто? Извините, это не ваше право. Не ваше право. Никакого оргкомитета есть заявителя. Я принес извинения. Мне не нужны ваши извинения. Публично принесите не мне извинения, а публично в прессе, что КПРФ препятствовало яблоку выступить на митинги. Вот тогда это будет извинение. А это все, что вы сейчас здесь говорите, предцвете человеку. Это муть голубая. Викшарске-то снимите. КПРФ-то не позорьте. Алимовы дали слово? Дали. Почему мне не дали слово? Я официально у вас записан. Я не кричу. Как я кричу, вы понятия не имеете. Понятия. Журналисты знают, как я кричу, поэтому они молчат. Покричите. Не хамите. Вам говорят о серьезных вещах. Я вам о серьезных. О каких? Это вы называете борьбой за оппозицию? Это не борьба за оппозицию. Я это не называю. А что же вы говорите тогда? Это не оппозиционный митин. Есть время, полтора часа. Вот в эти полтора часа, три минуты, извините ко мне, ваши устроители, многие подходили и говорили. И он подходит, спрашивает. И я к вам подходил. Буду я бы оставить? Я говорю, слово дадите, буду вы что-то. Слово дадите. А вы не дали слова. Почему за полтора часа не нашлось? Три минуты для яблока? Не дали, когда дали. Подходили бы и выступали. Что значит подходили бы? Я русский язык вам начальник Руссказа. Будем вызывать и следующего, следующего, за этим будем говорить. Я извиняюсь. Что следующее? Я извиняюсь. Не извиняюсь. Публично, в прессе, по-настоящему. Еще раз говорю. Вы яблоку слова не дали. Не кричите. И все. Господин Журналист, не кричите. Я еще раз извиняюсь, что сложилась такая ситуация. Не сложилась, а вы ее сложили. Сложилась. Это разные вещи. Еще раз говорю. Ситуация сама всегда не складывается. Еще раз говорю. И за полтора часа, не дайте три минуты для яблока, значит вы сложили эту ситуацию.